Обычно героями репортажей становятся победители конкурсов. Но если это инстаграм-гиф, то главным поистине становится не победа, а участие. Причем не в качестве игрока, а спонсора. Вот они, главные герои. Блогеры, которые раздают подарки за лайки. И заодно решают культурные, социальные и ментальные задачи. Конкурс Абсуабуштша ТОП СМШ организовал Арсоу Хуапшиху. Он ведет страницу Инстабхазия. Арсоу заметил, что в инстаграме почти нет абхазского языка. И решил это исправить. Это самый первый розыгрыш в инстаграме. Самый первый абхазский розыгрыш. Наша главная идея это внедрение абхазского языка в инстаграм. Я думаю, что мы это смогли сделать. Потому что в течение этих 14 дней мы проводили прямые эфиры на абхазском языке. Рассказывали про спонсоров. Добавляли информацию, посты на абхазском языке. Мы старались популяризировать абхазский язык. Предлагали людям переходить на абхазский шрифт, на абхазскую клавиатуру. Чтобы люди общались, писали на абхазском языке. Чтобы конкурс состоялся, Арсоу стал привлекать блогеров, так или иначе, связанных с абхазским языком и культурой. Например, Милана Гудалия записывает инстаграм ролики, где на абхазском языке рассказывает и показывает, как готовить то или иное абхазское блюдо. Для Миланы ее блог не работа, а хобби. Она не зарабатывает на продаже хачапуров через инстаграм. Участие в конкурсе в качестве спонсора – лишь способ популяризировать родную язык и культуру. Это моя тематика. Я люблю все, что связано со своей родиной, все, что связано с абхазским языком, абхазскими традициями, кухней. И таким образом я попала сюда. И моим подарком будет большой аджарский хачапур, а также книга с абхазскими рецептами. Мария Будба уже довольно популярный блогер. В ее подписчиках числится более 50 тысяч человек. Решилась на участие в конкурсе «Девушка не ради новых фолловеров», а потому что считает важным продвижение не только себя, но и культуры, которой следуешь. Моя главная цель была через свой блог, через себя, рассказать людям, что любой человек, будь то абхаз или русский, как я, может начать учить и говорить на абхазском языке. Мне хочется, чтобы на этом языке говорили. Я сама сейчас учу абхазский язык понемногу. Инстаграм-конкурсы в последнее время в Абхазии стали очень популярными. Блогеры, объединившись для привлечения аудитории, разыгрывают ценные призы. Все эти гивы очень похожи и преследуют коммерческую цель – собрать побольше подписчиков, чтобы потом им продать свой товар. Но конкурс «Абсобистфеатоп СМШ» отличается и целями, и подачей. Люди, которые занимаются СММ, считают, что такие классические гивы не сильно способствуют правильному приросту аудитории. И в этом смысле наш конкурс отличался, потому что мы намеренно не стали выбирать дорогие призы, а сделали его таким нишевым и посвятили абхазскому языку. Магазин «Эксперт» специально для конкурса создал Инстаграм-маску. Участники соревновались в скорости произнесения абхазских скороговорок. По словам Ливана, маска стала популярна далеко за пределами Абхазии и даже среди не владеющих абхазским языком людей. У нас была идея продвижения абхазских масок. Это не первая абхазская маска, уже вторая за последний месяц. Уже на сегодня больше 218 тысяч применений, больше 1200 человек загрузили эту маску себе в сториз, больше 2000 сохранений, больше 40 тысяч открытий. То есть это очень большой успех. И многие наши известные соотечественники принимали участие, в том числе из Москвы, наши знаменитые нарты и так далее. Все призы инстаграм-конкурса «Абсобиштфято ПСНШ» так или иначе связаны с абхазским языком и культурой. Это, например, месяц индивидуального курса абхазского языка, годовой абонемент на посещение абхазского театра, месяц обучения кавказским танцам, комплект развивающих книг на абхазском языке и еще 8 призов с абхазским акцентом. Мария Анна Котова, Сосрыква-Гухава, Абаза ТВ.